Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, уважаемые шахматные коллеги, уважаемые родители и тренера шахматистов. В этот предновогодний вечер я решил встретиться с Талантом Байке и провести дружескую беседу и обсудить насущные проблемы. Ассаламу алейкум, Талантом Байке. Саламу алейкум, здравствуйте. Талант Байке, как ваше дело? Отлично, все хорошо. Талант Байке, коротко расскажите, как вы вообще пришли в шахматы? Я с 2014 года являюсь вице-президентом Федерации шахмат. На трех олимпиадах был капитаном мужской сборной. Также я являюсь учредителем и основателем Крымской шахматной академии, которая существует уже два года. Я очень люблю шахматы. У меня двое детей играют в шахматы. Один из них чемпион республики. Да, один из них чемпион республики, другая вице-чемпион. Мне очень нравятся шахматы. Я очень вовлечен в этот процесс. Меня знают все члены сборной. Я с ними со всеми в очень хороших дружеских отношениях. Многим из них помогаю, держу связь. Особенно с Эмитеем. Наши отношения укрепились после нашего успеха в 2014 году. Ну и со всеми, кто в 2014 году играл, я поддерживаю дружеские и очень теплые отношения. С Мейлисом Маматевым я являюсь его, можно сказать, протежетом. Он уже третий год учится в Москве на физкультурном институте на отделении шахматы. Сейчас вот он зарегистрировался на турнир, на чемпионат мира. Мы его зарегистрировали. По Рапиду и Блицу. Да, мы его зарегистрировали. Пожелаем ему успехов. Мы надеемся, что он успешно выступит. Вот если коротко говорить, вот так. Таланбайке, объясните, с чего началась нынешняя проблема в шахматах? В какой момент времени вы засомневались в руководстве федерации? Почему вы на это пошли? Ну, во-первых, от Милана начало уходить очень много людей. Очень много людей, которые внесли огромный вклад в федерацию шахмат и в развитие. Были действительно хорошие партнеры, хорошие люди, которые горели шахматами. Ну, Бахли Томрзаков тут же. Потом Эрнефт Досумбетов. Все это окружение, которое было рядом с ним, оно каким-то образом растворилось. Потом вице-президент Усейн Джапаров. И чтобы достигать каких-то целей, нужна самая главная команда. А вот эта команда вся ушла. Все люди, которые какой-то вклад приносили, включая Алмазы Кенненбаева. Потом начались конфликты со мной, у Милана Турпанова. После того, как я начал требовать отчеты, потребовал устав. Это когда произошло? Это было до Кубка Карпова, примерно в июне месяце. В этом году? Да. Потребовал устав, потребовал реестр. Устав он, кстати, это вещь такая, которая должна просто на сайте висеть. Общедоступно, не надо было у него спрашивать. Потом реестр члена федерации, который он сказал, может только ответить на письменный мой запрос, пришлось письменный надать. И он ответил, что может произвести только в 2020 году. Это, грубо говоря, через полгода после моего запроса. Ну и много таких вещей. Ну и самое главное, финансовая отчетность, которую он вообще не хочет никому предоставлять. То есть вы просили у него финансовую отчетность, он вам отказал. А какая вообще реакция была? Реакция была самая такая негативная. Когда я сказал, что я чувствую себя, во-первых, мне кажется, что я самый большой спонсор федерации. Турпанова говорит, ну это надо еще посмотреть. Я говорю, ну давайте посмотрим, давайте посмотрим. А как вы помогали федерации? Есть конкретные? Да. Ну, конкретные. Я с 2014 года предоставляю офис. Вы можете посчитать где-то по... Это по сколько выходит? По 300 долларов в месяц. 300 долларов в месяц. И оплачиваю личные телефоны. Вначале я ему даже зарплату платил. Но потом отказался от этого. Насколько я знаю, личный телефон там более 100 тысяч сомов вышли. Да, да, да. Ну это очень хорошая сумма. Ну тут там... Там хорошая сумма выходит. Ну вы помогали турнирам, деньгами? Я турнирам помогал. Обязательно каждый год помогал. В частности, вот если из последних даже брать, двух чемпионов наших отправлял в Ташкент Сашу Самоганову и Тагира Талайбекова. За мой счет. Это зональный турнир. Да, в Ташкент ездил. Поэтому я в шахматах, ну не чужой человек, очень вовлеченный. Ну многие так и думают, что вы пришли откуда-то со стороны, а все делал турпан и шахмат он поднял. Ну... Это такое заблудшее мнение. Нет, ну это его философия такая. Он набрал более там 20 вице-президентов, которые были по полгода разовые взносы делали, разовую помощь и выходили. А вот с чего вот этот начался конфликт? Можете дальнейшую хронологию рассказать? Ну... Вас, насколько я знаю, в августе он снял с должности вице-президента. Перед Кубком Карпова, в июне, когда я у него требовал документы, потом уже после Кубка Карпова, по-моему, да, после Кубка Карпова выяснились такие факты, что Турпанов Милан продал, по-моему, 50 комплектов часов и 100 комплектов шахмат. Которые принадлежали Федерации, которые он должен был раздать, или он должен был кому-то раздать? Нет, ну это просто была собственность Федерации, которую подарил, эти комплекты подарил президент Шейх, президент Азиатской шахматной Федерации. Но это не патриотично было с его стороны? Ну, подарок, подарок продал. И эти факты выяснились. После выяснения этих фактов я пригласил Турпанова к себе в кабинет. Все думают, что я за его спиной что-то говорил. Нет, я его пригласил в кабинет и сказал, такие факты выясняются, тебе лучше всего написать заявление и уйти. На что Милан ответил отказом, сказал, что это, я могу доказать, что это не так. Ну, он, естественно, до сих пор это не доказал. Я потребовал аудит, к аудиту он не допустил. Ну, там уже бухгалтера нет уже в Федерации. То есть, нулевые отчетности. Ну, к аудиту не допустил. Вот это тоже одна из основных причин, почему Турпанов Милан решил меня уводить. Аудит мне, насколько я знаю, с 13-го года не производился. Ну, в любой солидной компании должен быть бухгалтер, должен быть независимый аудит, должна быть команда и какая-то программа развития. То есть, всего этого нету и, следовательно, вы как бы решили провести внеочередной съезд. Да, он отказался делать аудит и поэтому вся деятельность непрозрачна. Очень много фактов по непрозрачной его деятельности. Я беседовал со многими шахматистами и ветеранами. Есть факты просто подделки документов, непрозрачные используются взносы. Многие родители задают вопросы, куда деваются эти взносы. С каждого турнира солидные взносы получаются. Если по 300 сумм брать от каждого шахматиста... Есть факты, что покупают звание мастера, кандидата мастера. Так маковские тренеры говорили, 300 сумм стоит сертификат. И это независимо от квалификации, да? В Бишкеке почему-то 400 есть, 500 сумм. Я когда спрашиваю, никто ни на какие курсы не ходил, не посещал. Чтобы получить эти сертификаты. Просто приходили, как они говорят, платили Медине, и она выдавала сертификат. Так, по поводу съезда Талант Байке, расскажите, многие считают, что этот съезд нелегитимный? Съезд, я думаю, мы провели во многом даже уникальный съезд. Такого, наверное, никогда и не было в истории Федерации шахмат. Я могу рассказать, в чем уникальность. Во-первых, мы собрали 95% подписей членов Федерации от указанных на сайте Министерства юстиции. Там указано 230 членов. Мы собрали 219. Потом, мы провели впервые в истории съезда Федерации шахмат, мы провели процедуру тайного голосования, применили. Применили прозрачные урны. Потом вели онлайн-трансляцию на Фейсбуке и опубликовали все это на Ютуб-канале. Официальное видео. Да, есть официальное видео на Ютуб-канале, но которое набрало очень много просмотров. Это все делалось для того, чтобы, во-первых, съезд был максимально прозрачным. Кстати, на съезде присутствовал представитель госагентства замдиректор по неолимпийским видам спорта Айбек, фамилию забыл там. Бакасов Айбек Самарханович. А, да. И он пришел в такой папке, документарь. Он озвучил очень интересные вещи на съезде. Все вы можете это в Ютубе услышать, что это. Мы сами были в шоке. Потом, после съезда, после съезда уже прошел месяц. Мы зарегистрировались в Министерство Юстиции, мы зарегистрировались в налоговой службе, в социальном фонде. Уже сдали отчеты, поменяли печати. Мы решили поменять логотип и дизайн Федерации шахмат. Поменяли печати. Сейчас мы полноправные руководители Федерации шахмат. Таланбеке, но многие, в частности, люди, сам Турпанов и его люди апеллируют тем, что мы получили определение Ленинского районного суда. Как вы этот момент прокомментируете? Во-первых, он везде говорит не определение, а решение суда. На самом деле решения суда никакого не было. Было определение, в чем это отличие? Объясните ли? Судья имеет право вынести определение в обеспечении иска, самого иска. Но самого процесса не было. То есть, чтобы сам процесс был, должны участвовать люди? самого процесса не было. Судья вынес определение в обеспечении иска. Это есть такая практика. Но другое дело, что нас вообще не уведомили. Должны были вызвать нас. И само определение нам принесли уже, когда процесс начал, когда съезд уже начался. Когда съезд начал свою работу, мы же его не можем остановить. Люди приехали с разных регионов нашей страны, поэтому невозможно было остановить работу съезда. Тем более, они опоздали с вручением уведомления. А потом мы подали апелляцию и она рассматривается 15 января уже следующего года. Судебные процессы могут идти еще довольно длительное время, потому что после следующей инстанции есть еще Верховный суд, затем это только по определению, потом по самому процессу, по существу дела еще три инстанции могут быть. Вот если например одна из сторон проиграет, она дальше может судиться. Поэтому еще время есть. Но поэтому министерство юстиции вынесло решение, что надо зарегистрировать законного на сегодняшний день президента федерации и поменяло фамилию руководителя в реестре министерства юстиции. Насчет этих судебных процессов все понятно, но они еще апеллируют тем, что они вывешены на официальном сайте ФИДЕ. Что насчет этого скажите? Ну на сайте ФИДЕ мы уведомили ФИДЕ, что произошла смена руководства. Кстати, уведомили госагентство, уведомили дирекцию по неолимпийским видам спортов, уведомили буквально сегодня мы отправили уведомление олимпийский комитет. Но Турпанов Милан написал письмо, что произошел рейдерский захват федерации шахмат в офис ФИДЕ. Там была нормальная реакция, они решили разобраться и отправили соответствующее письмо в Кыргызстан. Оно идет под дипломатическим каналом, пока оно дойдет до государственных органов органов нашей страны, потом подготовится ответ от Министерства юстиции, от госагентства и от соответствующих органов. Там поменяется информация на сайте ФИДЕ. Вы можете даже не сомневаться. Это вопрос времени. Это просто вопрос времени. Турпанов выиграл вот это время. Возможно, это даже до многого года проведено. А там Байке на Фейсбуке буквально неделю назад вышла статья, пост, что нами управляют какие-то внешние силы, и мы теряем какую-то независимость, что мы не патриоты своей страны. Это все к этому подразумевается. насчет этого дайте объяснение. Ну, это полнейший бред, которым сейчас апеллирует Турпанов. Во-первых, он говорит, что нами управляет Москва и Ташкент. Это вот как его сторонник Базакичев сказал, потому что Турпанов Милан проголосовал против Дворковича. потом, правда, Милан через какое-то время опроверил эту информацию, вернее, не Милан, а даже генеральный секретарь Медина Джумашева. Но это не суть важна. Берег является официальным советником президента федерации шахмат Турковича. Турдалиев является зональным президентом зоны 3-4, куда входят все центральноазиатские страны и Афганистан. Турдалиев фактически сотрудники и руководящие сотрудники Международной федерации шахмат. И мы не можем изолироваться. Мы должны сотрудничать со всем шахматным миром. Мы должны сотрудничать как с национальными федерациями, так и с Международной федерацией шахмат, так и с Зональной федерацией шахмат, где где является президентом господин Турдалиев, Белик Болгобаев является советником Дворковича. Они, кстати, приехали с официальным визитом, я хочу подчеркнуть, поздравить после выборов, и встречались со спортивным руководством нашей страны, с директором госагентства Аманкуловым Казахмаратовичем. И самое главное, что очень смешно, они ссылаются на наше официальное видео неочередного съезда, и нас обвиняют в том, что нами управляют Турдалиев и Болгобаев тем, что они предлагают нам какие-то турниры, какие-то проекты, мероприятия, но мне кажется, это нормально в наше время, открытое время, когда бизнес должен развиваться, когда люди сотрудничают друг с другом. Это очень хорошо, если проведут много мероприятий, будут расти тренеры, игроки, судьи. Вам не кажется, что это было смешное заявление с их стороны? Конечно, это же, с одной стороны, это же очень здорово, что нам предлагают турниры. Например, Турдалиев предложил уже нам за вот это время летом провести шахматный фестиваль из трех турниров, и эти турниры мы сами должны выбрать, которые частично профинансируются в ФИДЕ. Например, в ФИДЕ мы уже сейчас сильно сотрудничаем над проектами. Есть проект, который рассчитан на 4 года, по 20 тысяч евро в год. Да, по 20 тысяч евро в год помощь. Мы уже подали заявку, уже сейчас у нас исполнителем является Дамир Талабкер, он сейчас уже сильно продвинулся в этом. Там у нас есть еще... Он, то есть, пишет программу? Да, он пишет проект, там курирует, ну, у нас курирует Баха Томар Заков, вице-президент федерации. Мы, надеемся, можно завтра, послезавтра уже создадим проект. Там, мы там еще хотим еще один проект предложить, там, ЧЕФДДЖИГИТАЛ, ну, это я вот самое название придумал такое. В чем оно заключается? Ну, оцифровка всей шахматной информации, которая, там, судейства, там, игроков, и чтобы все это было доступно в онлайн-режиме, там. Поэтому, это обвинение, ну, такое бредовое, наоборот, смешное, надо сотрудничать. Более того, если там есть еще возможности, ну, сейчас, больше не о возможностях надо говорить, надо сейчас говорить о конкретных проблемах. Проблемы сейчас вот искусственно создает Турпанов Милан, он для него... Что он делает? Да, он отправил в Сиде письмо о том, что произошел рейдерский захват. Сейчас у Турпанова ничего нету. Он не может пользоваться печатью, не может пользоваться фирменным бланком, он не может пользоваться банковским счетом. Ну, президент чего? Ну, они проводят параллельный чемпионат наряду... Турнир он не имеет права проводить, по простой причине, что он его объявляет как президент Чахмата Федерации, но он не один. Но он в Талмбеке проведет, и что делать народу, что делать родителям и тренерам, что делать детям? Я разговаривал с Фиде, мне сказали, что они будут признавать чемпионат, официальный чемпионат, который будет проводить руководитель, официально признанный нашим министерством юстиции. А министерством юстиции вы зарегистрировали? Да, это официальные данные. Сейчас просто время должно пройти небольшое, я же сказал, пока наше государственное госучреждение ответит на официальный запрос в Фиде, ну, пройдет какое-то время, и там на сайте информацию поменяют. Это очень важная информация, тем не менее, Турпанов будет проводить свой чемпионат, и у многих родителей дилемма. Вот, может, вы что-то скажете родителям, как им поступить в такой ситуации? Ну, в этой ситуации Турпанов сильно подводит вот этих родителей, а еще больше детей подводит. То есть в Таланбайке те люди, которые будут участвовать в нашем чемпионате, им, то есть, не стоит ни о чем волноваться и в чем-то сомневаться, так? Ну да, в нашем чемпионате очень плохо, что разделяют Милан, как обычно оказывается, это в его практике было уже когда-то, проводя параллельный чемпионат. Те, кто, те дети, которые будут победителями чемпионата, которые проводит официальная федерация шахмаст, то есть мы в Ахтиме Пинара, они поедут на чемпионат мира, Азии и Западной Азии. Таланбайке, ну, с нами понятно, а с нашими детьми понятно, да, которые будут участвовать в нашем чемпионате, а что делать детям, которые будут участвовать в чемпионате Милана Турпанова? Ну, вопрос интересный. А вот мы дали гарантию тем детям, которые у нас будут участвовать. Турпанов Милан должен дать гарантию тем детям, что отправит их как экстра игроков. И все. Если он сможет такую гарантию дать, что он их как экстра игроков отправит победителей, ну, тогда что делать? Пусть отправляет. Понятно. Но он не сможет так угорать в этом. Ну, Таланбайке, вот, в последнее время в соцсетях можно услышать только одно слово, раскол, раскол, раскол. И самое интересное, это слово произносят сторонники Турпанова, что самое интересное. С нашей стороны таких слов произнесено не было. И еще два слова, две федерации. Опять-таки, это произносится со стороны сторонников Турпанова. То есть, люди начинают паниковать, люди начинают сомневаться в чем-то и сеют сомнения в шахматном обществе. Феметей, я тут хочу с тобой не согласиться. Никакого раскола не будет. Есть единственная шахматная федерация. Мы легитимные. Мы легитимизируем в Министерстве юстиции, в социальном фонде, в налоговой. Мы контролируем счет в банке. У нас есть печать. Мы получили свидетельство о регистрации. Поэтому нет никакого повода для паники. Вот эти временные трудности информационные, они очень быстро пройдут. Мы работаем над проектами. Вы же уже видели, мы с Фиде работаем над новыми проектами. Мы сейчас получаем, будем получать уже финансирование. А то, что вот Турпанов сеет, это очень быстро развеется и рассыпется, как карточный домик. Поэтому я всех призываю, регистрируйтесь. Мы продлим регистрацию, войдем в положение и понимаем, что ситуация такая. Регистрируйтесь на чемпионат Кыргызстана, который пройдет в Ак-Кеме. Ну, подытоживая сегодняшнюю встречу, хочется немного рассказать о перспективах. Сейчас мы очень тесно работаем над проектами с Фиде. У нас там есть очень интересные проекты, идеи. Потом будем работать с регионами. У нас регионы вообще обделены были все эти годы. Будем сильно их поддерживать. Будем открывать новые школы, академии в регионах. Вот юг у нас фактически на сегодняшний день отрезан. Потом взрослые шахматы. Это вообще отдельная тема. Будем привлекать гроссмейстеров для того, чтобы наши могли выполнять нормы гроссмейстеров и становиться гроссмейстерами. Я надеюсь, что в ближайшие два года у нас появятся первые гроссмейстеры. Появятся еще там международные мастера, Фиде-мастера. Отдельная тема – это женские шахматы. Будем развивать, которые у нас там сейчас в захолустье просто. Всех приглашаю на наш турнир, который состоится 3 января 2020 года в Аккеме. Мы проведем этот турнир на высоком уровне. Сделаем все, чтобы было удобно и детям, и родителям. Думаю, у вас будут самые приятные впечатления в этом турнире и хорошие воспоминания. Всем здоровья в Новом году, благополучия и успехов нашей Федерации шахмат и всему шахматному сообществу. Спасибо, Талан Вайке. Субтитры сделал DimaTorzok